7 января прихожане Патрицкого Свято-Иолинского храма вместе со всем православным миром отметили праздник Рождества Христова, второй по значению после Пасхи. Поистине, свет Вифлеемской звезды – это наш путеводитель в духовном плане. Об этом в своей проповеди говорил и настоятель Свято-Иолинского храма Протеерей Георгий Куницын. Если мы верим в божественный промысел и в то, что Бог управляет миром, то эти истины, как Вифлеемская звезда, указывают нам верную дорогу в жизни. А святейший патриарх Московский Евсея Руси Кирилл также отметил, что каждый православный праздник, и особенно Рождество, открывает перед нами новые духовные горизонты. К ним относятся укрепление веры, чистота помыслов, любовь к ближним и, конечно же, воспитание детей по христианским законам. В этом плане в Свято-Иолинской церкви существует прекрасная традиция – каждый год на Рождество показывать прихожанам театрализованное представление. Его готовят воспитанники воскресной школы вместе со своими наставниками. Сценарий православных сказок пишет руководитель школы матушка Елена Куницына. В этом году, 7 января, зрители увидели рождественские приключения, главными героями которых стали Мельник, его жена и три дочери. Зажиточная семья проживала в маленьком селе, и однажды в канун Рождества взрослые дети захотели, чтобы Бог пришел к ним в гости. И вот тут началось самое интересное. Оказалось, не все могут ощутить Божью благодать, только люди с определенными внутренними качествами, которые бережно с любовью взращивают себе духовные росточки. Как достичь этого, было показано в рождественской сказке. То, что традиционные театрализованные постановки в воскресной школе Свято-Иолинского храма такие современные и понятные для ребят – заслуга отца Георгия. Он считает, что на сцене надо уметь создавать праздник. Юные артисты показывают реальную жизнь, играют как положительных, так и отрицательных героев, вместе ищут ответы на непростые вопросы, учатся понимать смысл бытия. В рождественских встречах всегда много музыки, танцев, песен и неиссякаемого оптимизма. Реализовать задуманное матушке Елене, как всегда, помогали педагоге школы Елена Ушакова, Елена Маслич и звукорежиссер Виктор Дыбов. Правда, они немного волновались, что основной актерский состав выпустился, и представление получилось не таким, как в прошлые годы. Однако зрители громкими аплодисментами поддерживали юных артистов, а после спектакля искренне благодарили их наставников. Ведь православные сказки очень нужны, они многому учат детей и взрослых. Отец Георгий поблагодарил воспитанников и педагогов воскресной школы за творческую программу и еще раз поздравил всех с Рождеством. Сегодня мы говорили еще в храме во время проповеди о нашей тысячелетней христианской истории, о наших традициях, о том, что в 20 веке с нами произошла тяжелая трагедия. Мы были оторваны от Бога, от своих корней духовных, и сегодня нам нужно всем возвращаться к своему историческому пониманию, духовному пониманию жизни. И, конечно, сегодня вот такие события, как праздник Рождества Христова, когда в церкви собираются вместе взрослые дети, когда мы отмечаем, радуемся, когда мы поздравляем друг друга. Конечно, это такой вот небольшой шаг как раз в направлении духовно-нравственного возрождения нашего общества. И, конечно, сегодня нашей стране, нашему народу предстоит, можно сказать, второе воцерковление, второе крещение, как тысячу лет назад, когда-то князь Владимир крестил наш народ, который был языческим, темным, непросвещенным. Так вот и сегодня, видимо, всем нам нужно к этому стремиться, чтобы, может быть, второй раз, через тысячу лет, после долгих десятилетий забвения Бога, опять воссиял свет божественной истины в нашем обществе. Прихожане познакомились с выставкой поделок, которую учащиеся подготовили из разных природных материалов. А все присутствующие на празднике дети традиционно получили рождественские подарки. Валентина Лавренко, Алексей Гладков. Евпаторийское время. Продолжение следует...